Сегодня 1 июня 2016 год Вы видели своими глазами, переживали на себе, то есть то, что там происходит Среди правозащитников и общественности данная колония признана пыточной То есть по дошедшей информации до общества, то есть через СМИ разного рода правозащитников Говорится о том, что в этой колонии пытают, убивают Есть даже случаи, когда пугают заключенных изнасилованием и так далее Что вы можете об этом вообще рассказать? Вы там были? В основном пугают изнасилованием В основном пугают, да? По приезду у меня были сломаны ребра и так неоднократно избивали А избивали сотрудники администрации, либо активисты такие же заключенные, как и вы были? По приезду избивали активисты, заключенные, по приезду, так их всех избивают Ставят на растяжку, раздевают до гола, заставляют ногишом ходить перед врачами А вот до этого вы говорили, что у вас ребра были сломаны? Да, мне сломали ребра, я сразу в карантине По приезду? В карантине, да Хорошо, а когда вы прибыли, вы давали основания, то есть для того, чтобы администрация, либо их помощники применяли в отношении вас силы? То есть вы как-то переприятствовали законным требованиям или еще что-то? Нет Из-за чего это все применялось вообще? Включают музыку, ромштайн на полную и начинают всех бить У нас приехало тогда 30 с лишним человек, сотик У нас всех их били Ну, всем как-то боятся, об этом говорят, потому что пугают из-за силы у него там У них много чего происходит интересного В основном вымогательством занимаются Создают искусственно проблему Хочешь лежать на шканаре, плати 5 тысяч Хочешь лежать в санчасти, тоже плати 5 тысяч Будешь лежать в санчасти, и мне тебя ничего не будет касаться А кто создает проблему и кому надо платить? Осужденный Проблемы создают осужденный Так называемые активисты, это кто приближен к администрации А если вы им платите деньги, то есть они вас каким-то образом прикрывают перед администрацией Либо может быть такое, что... Прямо звонят и говорят, не трогайте его И вас трогать не будут Ну, Николай, давайте этот, с самого начала Просто вот прибытии, год вы в ЕК-47 прибыли Ну, просто с самого начала, как оно было Вот мы приехали в карантин, что происходило? Избивали, унижались Недосуженные, заставляли писать разные бумаги Что со всем согласен Что никаких претензий никому нет Унижают, отзывают, всяческая жизнь Вот вы говорили ранее, что даже ты... Берем место, ты не можешь выучить ПВР Берем место, ты не можешь выучить ПВР Берем место, ты все То есть прямо заходят и говорят, что мы хотим видеть в камере у вас бледный вид Если, получается, поставили задачу, ты должен ее выполнить Если ты не выполнишь эту задачу, законно-незаконно вас будут избивать, да? Сбивать будут У меня вообще был синяк Приехал прокурор Меня прятали в санчастье Меня в санчастье уводили Вообще прятали от прокурора И там всегда так это делается Приходит врач, прямо вот она говорит Давайте раздевайтесь до трусов, ходите И люди ходят синяк Ей без разницы Врачи там, видимо, и не боятся Или что, я не знаю Прямо ходят То есть получается, смотрите по факту Врачи видят побои Но их не фиксируют Не фиксируют А когда приезжает надзирающий прокурор Тех лиц, которых избили Их просто-напросто прячут Ну, было есть синяки А остальные сами не скажут И, соответственно, получается После вот таких прокурорских проверок Выносятся определенные акты Что все в колонии нормально А на самом деле все прячется А, конечно, все прячется Смотрите, по поводу продуктов питания То есть, еще вот ранее вы говорили Что в колонии все продается То есть продается, что Можно в столовой купить биреши Там и так далее И так далее Сигареты Хоть что Можешь кушать А это официально? Вы приходите в духовтерию учреждения? Да А как это происходит? Номера телефонов на карточке А в настоящий момент Мы сможем предоставить Какие-либо номера телефонов Или карточки у нас То есть у вас есть? Да Мы все это приложим в описании К видео Сейчас вы освобождались У вас была проблема То, что вас тоже ограбили При приезде Забрали у вас цепочку Я не видел, кто мы стояли на растяжке Сэп, телефон И вот что сейчас вам Часы позолочены Цепочку серебряную Крест 25 грамм Цепочка 30 Пришел он При выходе на отряд Забрали Сказал Давай мы не будем пока обращаться Будешь освобождаться Придешь Я пришел к оперативнику Оперативник При мне набирает Начальника отдела безопасности И говорит ему Тут осужденный один освобождается Ты крест-то что? Отдай ему Он прямо ему говорит мою фамилию Он мне говорит Ну то есть не знаю Он даже не сказал Какое осуждение Он ему сразу выдает мою фамилию Он мне говорит Иди к начальнику Я говорю Так я расскажу Наш разговор сейчас У начальника колонии Положу фотографии Креста, цепочку Где он мне все это надел Он говорит Да Прихожу к начальнику Он мне говорит Я говорю У меня есть чеки Есть документы На все вещи Которые у меня забирали Он говорит Чеки мне Твои без разницы Мы можем Любые чеки сделать Поэтому как бы Ты тут ничего Мы до понедельника С тобой разберемся После этого Меня вызывают В профилакторию Осужденные Которые Егошние там сидят Которые работают Один работает В изоляторе Один работает Там Ну их там Пять или шесть Председатель СДП Которого не должно Существовать На самом деле Он там есть Миша Вызывает Маликов Меня Пиши Садись Вот тут Давай вызовем осужденных Вызывают осужденных Кутуза И тому подобное Кто со мной приехал Они ему видимо Подтверждают Что да Меня снимали То что имело место Да Имело место Конечно Они там в колонии Они скажут Что этого не происходило На самом деле Он мне говорит Садись Пиши бумагу Я говорю Какую бумагу Он говорит Что ты к администрации Претензий никаких не имеешь Я говорю Зачем я буду писать Если я Но у вас По факту Вы написали У вас заставили Получается Меня заставили Написать Которую бумагу Что у меня к администрации Нет никаких вопросов Почему Какие рассужденные Вообще Разбираются По этому поводу Я пришел Вначале Получается Смотрите Проблема администрации В данном случае Решает заключенная А не сама администрация Технология такая Посмотрите Получается Технология такая У вас с администрацией Возникла проблема Которую вы начали решать Вас просто С административного здания Попросили Вы вышли И после этого Эти проблемы Начали решать Активисты заключенные Да Да Активисты Силу запросто Да Чтобы я написал В бумаге Это все Делается Легко А еще Вот Смотрите Вы говорили То что Можно допустим Платить активистам Деньги И очень комфортно Жить То есть Века 47 Такое Тоже имеет место Как это происходит Потому что Допустим Мы с вами Вот вы видели Я об этом знаю Мы все это прекрасно Понимаем Как это вообще происходит Как один заключенный Может жить Допустим Лучше другого заключенного И что ему Для этого надо делать Должны Благодарить финансы Финансы Только плочишь И все у тебя хорошо Ты спишь Ты можешь спать То есть Вот что делать А кто Хорошо Вот смотрите Я допустим Заплатил Другому заключенному Чтобы спокойно жить А администрация же Видит Вот допустим Зашел Начальник отряда Как происходит Итак Начальник Говорят Сделать Вот здесь Вот хочу Сделали Чтобы здание Все синим Железом Например Откинули Это начальник Колонии Ставит задачи Перед заключенным Перед завхозом Перед завхозом Да Завхоз Где он возьмет Эти деньги Он начинает Практик С осуждения Создает С осуждения Узнает Которые ездят У кого Нормально С финансами Начинает Просто им создавать Проблемы Искусственно Активом Создавать Проблемы Но при этом Смотрите Завхозом Забирает Поближе Где получше И что значит Они будут платить То есть Их на работу Там устраивает Они где-то Наработают Там якобы А там На нем Все висит Автоматом Тут все Похитрее Получается Там первоходы То есть Общий режим Там маленько А тут Лица не первый раз Собывавшие на Казани Тут такая Происходит Хитрость В общем По ИК-47 Получается В карантине То есть По приезду Бьют Отбирают Все вещи Ценные вещи Отбирают Потом Их не отдают С карантина Выходят С пустыми сумками Не важно Сюда Например Сигареты Передачу Там Хоть что Ты привез С собой Это забирается Все Ты выходишь Уже на область После того Как тебя избили В изоляторе У тебя в сумке Уже ничего нет А избивая Всех поголовно Вот Ты шел Это 40 человек Всех То есть Положительно Вы настроены К администрации Не положительно То есть Без разницы Я приехал Крючурик Меня вообще Прямо зашли И сказали Андреев приехал Мы стоим На растяжке Там уже Часа два Мы стояли На растяжке Зашли Спросили Андреев Весье Куда я есть На продолг Меня сначала Били час Прыгали на мне Потом завели Крючуриков Он говорит Ну че Ну и обзывал Конечно Всячески Меня Зачем тебе Ездила ОСБ На 18 Колонию Я говорю Они вели Уголовные дела По двум Которые были Возбуждены По фактам Коррупционной Направленности Одного из Сотрудников Уголовной Исполнительной Системы И благодаря Вашему Содействию Активному Были раскрыты Но в настоящий Момент Они доведены До суда То есть Приговора Вступили В законную силу Я узнаю Если это не так Тебя здесь Изнасилуют И тому подобное Я тебе Устрою Тут Смотрите И не дай бог Еще сюда Приедут ОНК К тебе будут ездить Или еще Какие-то Правозащитные Организации ОСБ ФСБ И тому подобное То есть Тебя изнасилуют Получается Если Допустим Вот вы Отбываете Наказание Если к вам Начали ездить Активно Правозащитники Члены управления Собственной Безопасности Ну или иные Организации Вас просто-напросто Изнасилуют Там заключенные Так что не получается Ну создадут Проблемы Но смотрите Еще В изолятор В изолятор Не ездит Никто Почему Потому что Каждый день Надо Мыть все туалеты Я конечно Там не был Но это я знаю Со слов В изолятор Которые там Были И они Туда Больше Не хотят Невать Все В изолятор Они Мыли Все Туалеты В изолятор И это Творится Каждый День И еще При этом И бьют Вот еще Один момент Я Просто Чтобы далеко Не забегать Получается Вот смотрите Когда заключенный Туда Приезжает Уже Предварительно Их ждут Предварительно Знает Кого Посильнее Побить Кого Нет То есть Раз Спрашивали Да Пришел Андреев Дело Нераскрыто Даже Было Уже Знали Получается Целук И это Значит На уровне Управления Решается Кто туда Едет Кого Ломать Кого Нет Приехали Бежит Список Нас Привезли Туда Человек Этот Нерусский Начальник Оперативного Отдела Я сейчас Не помню Но не суть Да Вот Он Короче Стоял Начальник Оперативного Отдела Курсин Он Стоял Делал Куршки И говорил На 47-ю Именно Увести Ну То есть Это Все Под Которого Проблема Даже Не Обыскивали На Сезон Говорят Их там Обыщут Завтра То есть Он Выбирал Кого Ехать Кому На 47-ю Ехать А кому Куда Ну Вот Еще Один Вопрос А Вы В курсе Что Сейчас В настоящий Момент Указом Президента Российской Федерации Снят С должности Руководитель Свердловского Увсин Худорожка Сергея Вячеславовна Почему Вы В курсе Общихся Вот Смотрите Это Произошло Недавно Чувствуются Какие-то Изменения В колонии То Что Начальника Убрали Или Все Точно Так же Как и Раньше Есть Изменения Нет Были Изменения Немного В каком Смысле Что Прекращали Немного В виде Осужденных И Вообще Какие-то Концент Ситуации Чтобы Никаких Не Было Когда Приезжает УНК Никому На улицу Не выпускают Сидят В барак Не курят По 3-4 часа С профилакторией Эти осужденные А что такое Подождите Еще раз Профилактория Это что такое Это место Где должны В отпуск Сходят Осужденные Они должны Жить в профилактории Они там Не отдыхают А что там Сходят В профилактории На профилактику На иную лицу Что ли Вызывается Ну Избиватель Да Как есть Профилактория Изолятор Ну Куда Придет Хорошо А избить могут Хоть гнеть Прямо натряде Перед всех Осужденных И никто Потом Никаких Свидетельские Показания Естественно Не даст Потому что Их забьют Изнасилуют И так далее Да Ну Вот еще Подытожим В 1947 Все понятно Ранее Вы отбывали Наказание Еще в ФКУ ИК-18 В Уфсин России По Свердловской Области При вашем Содействии Был Изобличен Один из Сотрудников ФКУ ИК-18 Оперативный Сотрудник Был Изобличен В совершении Преступлений То есть По фактам Коррупционной Направленности Вы оказали Активное Содействие Работникам Управления Собственной Безопасности Была Проведена Спецоперация Благодаря которой Были Закуплены Следы Преступления Которые В дальнейшем То есть Легли В основу Обвинительного Пригора С вами После этого Что произошло Когда вы Помогли Раскрытие Преступления Коррупционной Направленности У меня Закрыли Изолятор После Изолятора Ну то есть Специально Сделали Мне нарушение Которое Я не совершал Но Насколько Я помню Вы уехали В СУС За зажигалку Которую Подложил Вам Инспектор То есть Забирал Он Он У меня Засунул Вот так Руку В кармал И Как будто Забрал Зажигалку И У вас У меня Зажигалка Я Думал Что Он Так Прикололся А Вечером У тебя Давай Езжай Ну На самом деле Он У меня Вызывал Руков Сколько раз Он Когда Начинали Туда Ездить Общественно Грязной Комиссии Он Уже Вызывал У меня И говорю Давай Начнем С чистого Листа Я говорю Где ты Нигде Нигде Чистые Листы Это Разное Вообще Но Мы С тобой Не Начнем Ты Меня Задел Очень Зря Вообще Я Просто Так Не Остановлюсь Я Смотрел Сквозь Пальцы На Твою Торговлю Здесь В колонии Завозились Газелями Продукты Питания Твои Осуженные Торговали И они Прямо Не Скрывали Это У них Забирает Телефон На Который Деньги Ты Им Отдаешь Его Прямо Я Все Все Знаем Есть Записи Разговоров И Тому Подруга Сейчас Настоящий Момент Тоже Где-то Многие Записи Вы же Отправляли Кому-то Они Где-то Хранятся В Санкт-Петербурге Нет Когда Голиндухин Приехал В Москву Позвонил Оттуда Меня Вызвал Тут Жорлов И Сказал Мне Может Не Надо Как-то Я Говорю Ну Давай Так Ты Меня Не Видишь Голиндухин Это Правозащитник Игорь Степанович Голиндухин То есть Вы ему Все Скидывали Да Все Ему Скидывал И карточки И прямо Разговоры Где Говорится Что есть В ассортименте Прямо Я звонил Осужденному На другой Отряд Он Говорит Что есть В ассортименте Что Сколько Стоит Говорит Прямо Карточку Я говорю Давай На карточку Не получится Давай На номер Я Перебью Записи Разговоров Некоторые Есть У меня То есть Звонит Осужденный Рогов Другому Осужденному И спрашивает Сколько Стоит Гречка Видео Запись Разговора Вы прямо Сейчас Можете Прослушать Вот Ну то есть Получается В той колонии Шла Торговля Активная То есть Расцветала Коррупция Один Из эпизодов Который Вы попытались Раскрыть Ну и С помощью Вас его раскрыли Конечно Положительно Был Обвинительный Приговор Несколько Эпизодов Преступной Деятельности А вас Поместили В СУЗ В ПКТ Да В ПКТ Согласно То есть Некоторые Публикации В интернете Даже вас Травили По-моему Вот об этом Можете Тоже Да Меня Попытались Травить Были найдены Таблетки Я Позвал Сразу Дежурного В этот момент Были Общественная Наблюдательная Комиссия В колонии Как раз Получается Когда Общественная Наблюдательная Комиссия Дмитрий Рожин Приехал А вас Хотели Отравить Чтобы Что-то Не рассказали Видимо Чтобы Я Что-то Не Рассказал Я И Писал Ему Заявление То есть Приезжал После Этого Следователь Кузов Кузов Это Их Следователи Он Там Постоянно В этой Колонии Они Живут Там Моих Маленьких В районах Они Все Люблю Знают Ну И Как бы Они Замяли Это Дело Я Как Понял Потому Что Ничего Не Произошло Он Бурал С Меня Объяснение Я Также Говорил Объяснение Что У Начальником Колонии Конфликт Ситуация С Самым Заместителем Начальника Побиор Молвинский Ну То есть У вас Получается Конфликт Был С Руководством Все Со Все Руководством Колонии То есть Начальником С его Замами Вас Не Вывезли А Вывезли Вас Потом На Сорок Седьмую Получается По факту Для Ломки То То Вы Попытались Прекратить Вымогательство Продажу Коррупционных Китокейстов Сотрудников Администрации И после Этого Управление Вас Переводит С одной Колонии В другую В которую Вы приехали Вас там Встречали Говорили Приехал Андреев То есть Получается Если вы Боретесь Сверху С управления Идет Перевод Вас В пыточную Колонию Где Вас Избивают Могут Изнасиловать Ну И даже Могут И убить Потому что Ни для кого Не секрет Случаев Летальник Что Осужденный Умирает Их убивает В колониях То есть Их очень много То есть По факту Получается Вот такая Ситуация Ум Продолжение следует